Всем привет, ребята! Вы на канале Аспектомир Мекиперства. Сегодня я хочу с вами поговорить о своей очень интересной, но не особо редкой земляке Мессер Капитатус. Не будем затягивать, погнали! Чтём с того, что это сам по себе очень интересный Мессер. Его большие мандиблы и большие головы очень сильно завораживают. Да, этот Мессер очень головастый. Во-первых, потому что они и в принципе больше мутикусов на 2-3 мм, это рабочие солдаты. Ну и самое главное, то что соразмерно длине тела, голова у Капитатусов, у солдата конкретно самая огромная. То есть мы имеем самого головастого Мессера. Это очень круто и интересно. Мне нравится ждать и наблюдать, как у них потихоньку от переходных форм являются первые солдаты, которые уже больше обычных солдат Мессеров. Хотя иногда они могут немножко не дотягивать до самых больших мутикусов, но тем не менее, уже на такой маленькой стадии, как даже сотки рабочих нету, уже есть такие, ну, недурные солдаты. Мне это очень нравится, буду ждать будущих солдат. В целом, вообще не планировал оставлять и семейку себе, потому что я думал то, что и успею продать в этом сезоне, но как назло, продал всё до единой капли, ну не считай ларгом. И всё купили, но кроме Мессеров. Я решил то, что не стоит обделять их едой и разовью небольшую семейку Капитатусу. Может быть на авосье в будущем году купят, но если не купят, ничего страшного оставлю себе, потому что очень недавно сделал огромнейший заказ на Бермикарии и Арены, и думаю то, что мне хватит места для всех. К тому же скоро будет ещё переселение огромной семьи Бермикарий, но в целом ждите, короче. Также не стоит забывать, раз у них самая большая голова, то мандибулы тоже не будут маленькие, поэтому соразмерно своему телу у солдат Капитатусов самые большие мандибулы среди всех Мессеров. Ключевое слово Мессеров, не новая Мессеров и не других родственных видов, потому что там-то есть и конкуренты помощнее. Но в целом, да, мне они очень нравятся. Я считаю то, что это прокачанная версия мутикусов, и в целом меня они всем устраивают, потому что от них я не жду чего-нибудь необычного или суперзавораживающего, но не ожидал такой прикольной практичности и интересности в их содержании, потому что разница среди мутикусов и Капитатусов есть большая. Давайте поговорим насчёт этого немного подробнее. Что же такого удивительного поведения Капитатусов, что выделяет их на фоне других Мессеров? Во-первых, они очень любопытные. Конечно, это присуще Хибрилусам или Минорам, но среди таких прямо самых базовых Мессеров я считаю то, что они не из самых любопытнейших. К тому же мне нравится то, что они не боятся защищать своё гнездо. Конечно, это они делаются по своеобразным формам, потому что они не смогут нормально его защищать, потому что они в принципе Мессеры и не могут нормально охотиться. Но ключевое слово они пытаются это делать. Это мне очень нравится. На самом деле, при содержании Хибрилусов и Капитатусов я назаметил немаленькую связь между ними. Мне кажется, они довольно похожи. Естественно, их разница в размерах и в окрасе, поскольку Хибрилусы, ну даже рядом, не стоят с Капитатусами. Хибрилусы очень яркие и красивые Мессеры, о которых тоже когда-нибудь будет видео. Так что стоит не забывать о моём канале и поставить уведомления. Также мне нравится то, что их глянец очень прикольно отражаются на свету. Конечно, это присуще многим муравьям, но вообще, как плюс, тоже очень даже не дурно, потому что у некоторых мураха такого даже нету. К тому же их большие головы очень прикольно смотрятся. Контраст между рабочими и солдатами завораживает. Это по-настоящему мощный полиморфизм. И вообще, я считаю то, что по полиморфизму Капитатусу делает большинство Мессеров. Конечно, есть те, кто сравняются, а есть те, кто будут покруче. Но из базовых видов и самых доступных Мессеров, они очень даже неплохое заменение обычным мутикусом. И к тому же, в последнее время их цена немного спадает. Мне это тоже очень нравится. Вот, например, в этом году предзаказ на Матэ Капитатусов у разных людей был до 1000 рублей. Это очень даже неплохо, учитывая то, что раньше они были немного дороже. Составы с рабочими примерно начинаются от полутора тысяч. Да, за Мессера как-то немножко жаба душит. Но с другой стороны, вы хотите брать самых дешёвых муравьёв или более интересных? Поэтому выбор остаётся за вами. Но я бы советовал всё-таки купить их. Много подытожим с моей семейкой. Моя семейка появилась у меня примерно в апреле-майе прошлого года. Точно сказать не могу, поскольку в те моменты было много интересных и тогда для меня просто прикольнейших видов, на фоне которых Капитатусы, тем не менее, как-то обидно, но теряются. Поэтому я точно эту дату сказать не могу. Знаю лишь то, что они развивались потихоньку, довольно умеренно, но тем не менее, за полгода со состава 1.12 дошли чуть ли не до сотки. Очень даже неплохо. Учитывая то, что это Мессер, я считаю то, что вполне адекватные темпы. Учитывая то, что я их не закармливал, не перекармливал и также не обделял влаге и во всём другом. То есть просто такое стандартненькое содержание. Я не особо их закармливал, потому что даже не знал, вдруг их ещё купят. Зачем мне такая огромная семья? А если их тем более сейчас, то уж и так понятно, что не купят из-за холодов. Мне просто нет смысла суперсильно развивать эту семью. Ну куда мне? Как будто больших семей не хватало. Вот с Мермикари, сколько мучаюсь уже, не знаю, куда их пересели, потому что пытался сделать с башнями, но в итоге ничего не получилось. И тому же карибары ещё подрастают, хибреусы есть, тоже с недурным составом. Поэтому мне уж точно нет такого потребности в создании большой семьи. Поэтому я считаю, что эта семья также умеренно будет развиваться всю зиму и вряд ли впадёт в диапаузу. А если впадёт, то я не буду ей в этом мешать, потому что мне в целом без разницы, развиваться быстро или медленно. Мне в целом за видом нравится наблюдать. Порой хочется отдохнуть из каких-нибудь Мермикари или Карибар, ну или тех же, например, компрессусов или бегунков. И хочется посмотреть на такие стандартные виды, которые напоминают самый первый мой вид мутикусы. Ну что ж, уже мы и подобрались к концу. Думаю, вам понравился этот ролик. Конечно, он был не столь информативный, но довольно интересный и разговорный. У вас есть много тем, на которые можно порассуждать, можете обсуждать в комментариях, а можете переходить в мои соцсети, Телеграм и ВК. Поскольку ВК у меня есть магазин, который будет регулярно заказывать новые поставки в следующем году, а в Телеграме гораздо легче найти меня, гораздо легче связаться со мной, и в целом я там, ну, в сети каждый день, и поэтому, ну, до меня добраться там очень легко. Поскольку и замедление Ютуба, и вся эта фигня, уведомления не прилетают, всё говно, поэтому на самом деле очень тяжело связываться с людьми в комментариях. Поэтому я считаю, что лучше переходить в Телеграм. Если вы хотите туда, переходите по ссылкам. Ну это на сегодня всё. Всем муравьиных маток, и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!